Девушки отдыхают Не надо было лазить с моим телефоном Да? Я твой муж, я имею право знать Муж, иди работай и зарабатывай деньги Я только что получил хороший заказ Баси слушает третий год, не кричи Так это он? Я видел, как ты на него посмотрела Тебя прошу, гуманисты Ты жалкий, понимаешь, паранойя какой-то Ольга Сергеевна Что-то действительно срочное? Да Проходите Пять минут Я вас слушаю Ольга, я думаю, вы со мной не заходите разговаривать Ну, ведь я разговариваю Я вчера вечером в интернете наткнулся на ваше интервью По поводу? Шуициды Вы Очень интересно рассказывали А, честно говоря, я не очень люблю эту тему А, мне как раз очень понравилось И я подумал, может быть, могли как-то поподробнее Подробнее что? Если честно, мне нужна ваша консультация А, то есть вы ко мне обратились по делу? Да, если можно Илья Александрович, а вам никогда не приходило в голову Что люди это не вещи, не книжки Которые можно поставить на полку, а потом Достать в нужный момент Да, это не часто говорят, я знаю, я был груб Да нет, вы были собой Мне правда нужна ваша помощь Ну, как специалист, я, конечно, готова вас проконсультировать Записывайтесь в регистратуру, приходите в порядке очереди Извините мне, прием Люди ждут Ты почему не на премедикации? Почему вы говорите больным, что в стоимость операции входит и моя доля? А сами, Анатолий Максимович, оставляете все себе Ты уверен? Я спросил у некоторых пациентов о размере их благодарности И она далеко не скромная А вы им говорите, что моя часть туда тоже вошла Ты что-то не так понял? Короче, где моя доля? Я договариваюсь Я провожу операцию Отстегиваю начальство Ты сидишь На заднице ровно Где тут твоя доля? Анатолий Максимович, мы можем начинать операцию? Да, спасибо Привет Привет Да не обращай ты внимания на этого урода Говорят, он всех достал Да он меня конкретно подсиживает Сказали же одну ставку сократят Он все делает, чтобы меня от себя вытерли Ну и ладно В платную клинику устроишься Куда еще поди устройся Публикация у меня супер Вместе делали статистику Он взял и опубликовал под своим именем Да забей ты Ну посидишь немного без работы Потом новое место найдешь У тебя жена сейчас работает Да в том-то и дело, что нет Простите, не подскажете, вот этого как найти? По какому вопросу? По личному, есть вопросы господин Тогда он лучше сразу по другому адресу Второй этаж Зампок Р, Лодынин Отвратительное отделение Откровенное вымогательство Хамство Намекали на взятку Ложкин-Виноградов Виноградов-Ложкин У нас прямо не травматология А шайка бандитов какая-то Когда написаны жалобы? Да все, за последнее время Я не понимаю, у нас что, один я читаю сайт больницы? Чем у нас занимается зампакер? Хотел бы я знать Насколько нам всем известно Илья Александрович вчера разбирался с чрезвычайной ситуацией И прекрасно справился со своей задачей Девочку спас Молодец Медаль дадим А теперь пусть занимается жалобами немедленно Олег Романович Да Расширите вопрос Пожалуйста А у нас же там это Сокращение планируется, правда? Да В травматологии планируется сокращение На одну ставку Из бюджетных соображений Вообще не понимаю, чем вызван этот вопрос На будущее, Илья Александрович Я требую от вас предоставить мне план работы На ближайший месяц Я не понял, вам нужна работа или это ерунда? Главврач требует от вас предоставить план Это ерунда? По-моему, полная Илья Александрович Вы сейчас идете И выполняете мое требование Все свободны Валентина Ивановна, останьтесь на минутку Валентина Ивановна, остановитесь, пожалуйста Валентина Ивановна, это уже переходит все границы Я вас очень прошу, найдите управу на вашего Ладынина Я согласна, согласна И что, снова будете его защищать? Какой бы он ни был, он справляется со своими обязанностями Валентина Ивановна, я сказал, пусть несет план Значит, пусть несет план! Но надо же учитывать специфику его работы У него что ни день, то форс-мажор Мне здесь форс-мажор не нужен И этот лепет выслушивать я не собираюсь Илья, можно себя вести поделикатнее? Вот Разбирай жалобы Такое впечатление, что Ложкин с Виноградовым их писали сами друг на друга Ты уверен? Ну вот, посмотрите Базанова Вероника Измайловна 80 лет Вы думаете, она умеет пользоваться интернетом? Ты думаешь, Ложкин с Виноградовым узнали про сокращение и засуетились? Корпоративная этика вообще красивая Но я проверю И сделай план работы Не зли Федулова Может, мне еще сплясать для него? Илья Я на замыпокайр не учился Я бумажек писать не умею Я действую по обстоятельствам Сейчас пойду к этим жертвам Будущего сокращения Что у тебя там скребется? Что у меня скребется? Валентина Ивановна Если он чудится, что у меня что-то скребется Вам нужно обратиться к Ольге Сергеевне? Зла у меня на всех на вас не хватает Вот это, конечно, была подстава сейчас Здравствуйте! Вы, Илья Александрович Зам главврача ПКР Да Мне сказали, что вы можете мне очень помочь В чем имена? Моя жена Лена Соколова Проходит интернатуру в отделе травматологии В общем В общем, ее принудил к сожительству врач Травматолог Виноградов Ну, а зампокайр тут при чем? Он ее склонил Зампокайр? Он Виноградов Изнасиловал? Изнасиловал? Практически Ну, идите в полицию Нет, вы знаете, она не станет заявлять Она боится, она зависит от него Ко мне это какой вопрос, молодой человек? Я не знаю, что мне делать Ну, правда Ну, помогите мне, пожалуйста Увольте его Почтенными словами Ваша жена спит с травматологом И вы предлагаете мне его уволить В своем уме? Я не знаю, что мне делать Разберитесь с ним Как? Господи, набейте ему морду И не будьте тряпкой А то после Виноградова У нее появится Ложкин, Вилкин, Улкин И так, вплоть до золотой свадьбы Все, до свидания Ну Привет 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 Я так соскучился Тихо, тихо, подожди Ты поговорил с ней? Ну, пока не было случая Ну, это не так просто, как ты думаешь Вчера гости приходили Ну, потом мне, когда было Я обязательно поговорю Я тебе обещаю Ну, почему ты все время ищешь Какого-то удобного случая? Мы вместе? Да Почему ты не можешь подойти к жене И сказать, что ты любишь другую? Это все очень просто Я сегодня себе не скажу Все ухожу Я решила Лен, Лен Ты Ты не спеши Я пока не очень готов Прости, ты не готов? Прости А разве я тебе сказала, что я к тебе ухожу? А к кому? К кому? Никому Я просто ухожу А ты со своей корой можешь хоть до конца жизни Торчать Лен, подожди, подожди Лен Я же сказал, поговорю Что тебе еще надо? Мне? Мне вообще ничего не надо Ну, что вам так застеснялись? Дайте-ка Зачем? Вы не имеете права Отдайте Ай Остехондроз? Угу Отдайте Ну, что, я сайт больницы не могу посмотреть? Можете Описать жалобы на Виноградова больше не советую Да ничего я не писал На него и так все жалуются Он в операционной скандал устроил Ассистент рассказывал Короче, завязывайте с кляузами Вашему коллеге скажите От сокращения это вас не спасет Господи, взрослые люди Вы ведете себя как дети Пошли, крысеныш Что? Куда? Разговор есть Давай его сюда Хватит Я сказал Хватит Привет, стукачок Как дела? Молодец, что пришел Наверное, должок хочешь отдать? Какой должок? Как какой? За шмаль заныканную И за этот Как его? Моральный ущерб? Моральный ущерб Короче, много с тебя брать не буду Тридцать штук В смысле тридцать? Где я возьму такие деньги? А это не мои проблемы Найди Ради Убей Укради Мне по барабану А что ты думал Настучало дело в шляпе? Нет За такое мочат Ну, шиши добрый Да? Пока мочить не будет Отридняйте сроку, крыса Понял? Не понял Не понял? Не понял? Не понял? Видишь ли Я не люблю насилие Но если нужно Понял Понял Пошли Винограду где? Ушел уже Кафедра у него Завтра будет Давай тогда ты рассказывай Что у вас На операции приключилось На операции? Да ничего особенного Господи Что же вы все С вранья-то начинаете? Да почему с вранья-то? Я же не знаю Что вас интересует Был скандал Я хочу знать подробности Ну да У нас брадикардия Давление сорок Надо качать Качаем Давление установилось Стоп Снимаем со стола Тебе эти бабки В глотку затолкать Тебе эти бабки В глотку затолкать Тебе не о них О пациентах надо думать В отличие от вас Я больных и думаю Я вижу Чуть было больной Не угролю Не надо на меня Свои косяки вешать Короче так Орали Я думал Вся больница сбежится Ну вот Чего сразу же не рассказал? Оф Давно ждешь? Слышал я Что ты с Виноградовым Тоже в контрах Это мои дела Объединить усилия не хочешь? В смысле? Ну Можно жалобу коллективную написать Чтоб не беспредельничал Коллектив у нас небольшой Можно просто По башке дать Танина Витальевна Добрый вечер Будьте добры Дайте пожалуйста Лене трубочку Лень На поговори с папой Лень Я не хочу Что значит не хочу? Ну-ка давай быстро Лень Что? Ну что больше к тебе Никто не приставал? Гопники не появлялись? Леня Нет Если поедет Сразу мне позвони Понял? Ты понял меня? Что папа сказал? Ничего Сиди Здрасте Олег Романович Измель Как дежурство? Да как говорится Солдат спит Служба идет Ну да Сделай мне два кубика кардиамина Олег Романович Может давление сначала измелью? Тебе доктор наук Говорит Два кубика кардиамина Жена небось недовольна? Что часто по ночам не журишь? Да привыкла Если надо путевку В санаторий на двоих Ну там Отдохнуть Развлечься Пропрощайся Не стесняйся С женой развлечь Это да С женой особо не развлечешься Ну не с женой С другом со своим поезжай С Ладыниным Ладынин в больнице Весь горит 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 Это бы не сгорел Помог бы ты как-то Своему другу Пока не поздно А то он посмотри на него Громит Всех подряд Ну он инквизитор Что надо у нас Что не надо Не надо в больнице орудовать Как слон в посудной лавке Людей беречь надо Ну да Ну это понятно Что тебе понятно Поймешь Когда станешь Запад делением Ладно Помочь Не нет спасибо А пока подумай над моими словами Приятного аппетита Спасибо Ну подумай подумай Бехтерев ты наш За поделением Ну неплохо Привет Привет Что хотел Все никак не успокоишься Илья я честно сказала Все что знала А Настя могла вести дневник Слушай Ну и вопросы у тебя Но вообще-то О таких вещах не говорят Даже по другам Но могла Ну Думаю могла Ты же ее не слушал А ей нужно было Свои мысли куда-то девать Переживания Вот я приду Все мужу Расскажу А ей кому Илья Я Я тебя очень прошу Ну не вороши ты Прошлое Оставь Ну не знал ты Свою жену Ну и не надо Ну Даже если что-то нашел Не читай Ну Сейчас все неправильно Поймешь Тебе же будет хуже Понимаешь Слушай Катя А как это Жить с мужем подкаблучником Лучше чем с тобой Анатолий Анатолий Вы что ли Что с вами Эй Алло Алло Скорая Так Человека убили Все будет хорошо Вот вы видите Может быть Может быть это все-таки Несчастный случай Ну да Сам все врезал По затылку А еще хвастался Что в спокойном районе Живет А хулиганы Они районов не выбирают А он помимо хулиганов Нажал себе кучу врагов Это кто? Из травматологии Интер Что вы здесь делаете Милочка Марш На свое рабочее место Ладно пока А что ты измазалась Как свинья где-то А еще черепаха Ух ты Запрещенка Не говорите пожалуйста Федулову Про Зоечку Про кого? Про Зоечку Черепаха Господи Ложкин Даже не знаю Обрадую вас Или огорчу Но он жив Хорошо Кто? Коллега ваш Виноградов Лежит сейчас В интенсивной терапии С черепно-мозговой травмой А что вы так на него смотрите? Я здесь при чем? Может вы хулиганы какие Огрели? Или анестезиолог наш? То есть человеку вам не жалко С пробитой головой? Еще другого топите? А нечего на меня Всех собак сразу вешать Что? На Виноградова покушались Ну что друзья Будем признаваться Кто хотел своего коллегу Угробить Тупым тяжелым предметом По голове Че оба что ли? Это не мы Точнее не я И не я естественно Ложкин выйдите Зачем? Выйдите из кабинета Вы бы домой пошли Поспали Хотите я телефон запишу Если что позвоню Это что вы сейчас За переглядки были? Садись и рассказывай Он мне вчера предлагал Виноградова вместе избить Когда предлагал? Вечером Я его послал Правильно А после восьми Я дома был Можете позвонить У мамы спросить Позвоню и спрошу Что было в операционной? А ну Поспорили Ну с кем не бывает А у Ложкина мотив есть Какой? Он всем рассказывал Что они с Виноградовым Статистику вели А Виноградов потом Ее опубликовал Под собственным именем Ясно Да не бил я его по голове Я ж тюрьму-то не хочу Про Зою Никому Хорошо Ложкин Где вы? Заходите Здравствуйте Здравствуйте Девушка Здравствуйте О Какие люди Здоров Здоров А у вас тут жизнь кипит Да Так я посмотрел А где этот Виноградов Аэм Виноградов Аэм Виноградов Аэм далековато от нас И сознание в интенсивной терапии Так и что Посекретнейся с ним Сейчас не получится Нет А то мне начальник отделения Говорит Сходи мы в больницу Возьми показания По горячим следам Так и что Какие прогнозы Открытая черепно-мозговая Прогнозы вроде Благоприятные Но Пока ничего не ясно Овощи что ли Фарукт Пойдем пожрем Добрый день Снова здравствуйте Валентина Ивановна План работы Замы по кэр Как вы и просили План работы Замы по кэр Вы я вижу Коней на переправе Не меняете И своих не сдаете Да О чем вы Я же прекрасно понимаю Что вы сами Этот план написали Вы не понимаете Какую змею Пригрели на своей груди Валентина Ивановна Ну подождите Ну подождите Прошу вас Не уходите Валентина Ивановна Извините Подойдите Ко мне Прошу вас Ну Вот сюда Присядьте Пожалуйста У меня к вам дело Вот посмотрите Как Я не очень в этом разбираюсь По-моему шикарно Вот Шикарно Это для жены Горитки И еще Вот Прошу вас Оцените Ну Как женщина Стихи Да Накрапал Немножко Что для счастья надо Может и немного Идем по жизни Мы одной дорогой Воспитали сына Умным И красивым Да вы просто талант Олег Романович Мстите Ну что мне вам мстить Высокая поэзия Серебряный век какой-то Думаете ей понравится? Как это может не понравиться Вот Особенно это И твои колени Мною так желанны И блеск Пота Зла там отдает Туманно Я смотрю на бедра Женщины ренессанса Ну Ну что Валентина Ивановна Ну что вы Смеетесь Простите меня пожалуйста Я не знала что У вас в семье такая Яркая романтическая жизнь Олег Романович Ланцет Для того Аргатый паренек Коллега конкурент И еще мутный анестезиолог Который по всей видимости Был в постоянном конфликте с виноградом На кого стоишь? Ну обманутого мужа Кишка тонка Анестезиолог С его слов В момент нападения был дома Не склоняешься К Ложкину Вот кстати Ложкин Эй Ложкин Води сюда Иди Нистигайся Ха Водой на меня еще нито не покушался Простите я нечаянно Следователь из полиции по делу Виноградова Очень приятно Взаимно Ложкин А не целый как Юм Что? Юрий Михайлович Юм Юм Вот адресочек Отделение полиции Зайдете к нам На днях Показания ваши запишем Идите кушайте Спасибо Ну и морда Лучше сразу бэджик нацепил Убийца дворецкий Ладно Пойду еще бутер возьму Извините Разрешите присесть Спасибо Ну да конечно Веселитесь с новыми друзьями А со старым даже не поздоровался Зачем Да кстати Ваши любимые бутерброды с сыром Это так по старой памяти Но я все таки процитирую Одну старую мудрую пословицу Старый друг Он лучше новых двух А вы собственно кто? Как не стыдно Игорь Анатольевич Да? Вас Олег Романович спрашивал Сказал что вы договаривались Полиночка сейчас бегу уже Да О у вас тоже новые друзья Да вы что? Я вернусь через минуту И мы продолжим Можно Олег Романович? А Нужно Нужно Заходи Ну что Где у нас Ладынин Будет отдыхать? Я Пока не готов Олег Романович А Не готов Не готов Помочь другу в беде А к проверочке Внеплановой Готов? Ну что вы его Уволить хотите? Ну почему сразу уволить? В отпуск отправиться Аргументы найти Для отпуска Мол Косячить стал Отдохнуть пора Косяки поискать что ли? Ну где-то Может быть и косяки Ну так это Я знаю где Знаешь где? Эх ты А я думал вы друзья Ну как говорил Аристотель Дружба довольствуется Возможным Не требуя должного Все иди Че огородит? Будешь? Только что уже обедал Ну что? Не дообедал Жалко что ли? Часто потеешь? А ты нет Возбудимый Суетливый Мне кажется У тебя тереотоксикоз А что это? Болезнь в щитовидке Когда она вырабатывает Чрезмерное количество гормона И что? Ты мне вылечишь? Нет Но могу посоветовать Хорошего эндокринолога Значит ты меня лечить не будешь? Ненавидишь Не бойся своей работы Да? Если тебя набудет что-нибудь отрезать Я с удовольствием отрежу Вообще Я когда работал Очень любил свою работу Я вот тоже свою работу Люблю и ненавижу Вот такое вот у меня Расщепление личности Поехали Это раздвоение называется Да, один хрен Так Здесь Становись сюда Лицом к подъезду Вот сюда Ага Любовницу будешь допрашивать? Любовницу? Шашеляфам Здрасте Все Гадости от баб И все радости тоже Ты кстати как? Женеть не собираешься снова? Нет Стой Баба она ведь как? Должен быть праздник каждый день Да стой ты Но ни одна так долго не может В итоге праздник вращается в суровые будни Ну да Хоть ты тыксни Либо моего роста Либо больше Знаешь что? Любовница тебе нужна Для тонуса Знаешь что? Не заглядывайте на мой тонус Мы закончили? На сегодня, да? Чужим любовницам завтра пойдем Слушай, мне кажется Что все-таки у нее не было резона Резон понятие философское Сейчас мне есть резон отчалить После того дня бойцу Что нужно? Чтобы обняли И обогрели Без меня только Ясен перец Третий лишний Сиди, сиди, Зиночка Похудела, прекрасно выглядишь Как воробушек стало Ну, как скажете, Олег Романович Как скажете Мне прям крылья бросают Так у меня глаз алмаз Верь мне и только мне Остальные злые завистники Зиночка, собери мне Все экспертные заключения Которые подписывал Ладынин С момента своего назначения Поняла Пусть кто-нибудь поднимет Ко мне наверх И чтобы завтра Были у меня на столе Сделаем, Олег Романович Спасибо, Зиночка Ты мой лучший сотрудник Что вы здесь делаете У моего дома Вас жду Мне кажется, что мы не договорили Вы нашли очень удобное место И время О чем мы не договорились Ну Мне кажется, у нас вообще нет времени Поговорить нормально А зачем? Вы мне все объяснили Я поняла Что отношения Помимо работы Не по вашей части Да все не так Господи, как объяснить Не ждите от меня Большего, чем я могу Разве чего-то жду? Конечно, ждете Еще пока сам не разобрался Во многом А вы считаете, что я хам И что я дерево деревянное Я, может быть, сам из-за этого страдаю Может быть Я, может быть, сам из-за этого страдаю Я, может быть, сам из-за этого страдаю Соседения Здесь Xi Jinping В Ютубне Иран Соседения Укра, наверное Иди сюда Все Краснодар Толик, Толенька мой, Толенька, живи, пожалуйста, я ничего не буду тебя требовать, просто живи, ладно? Толенечка моя, Толя, Толенька, Толенька, ты видишь меня? Где Лошкин, Лошкин. Здорово, Ладыня. Здорово. Полутру Паша очухался, жажет показания дать, хочешь послушать? Ну конечно. Пойдем. Слушай, тут прокурорские одного хирурга взяли, не ту почку вырезала, представляешь? Я раньше думал, что это страшилки все медицинские, оказывается все на самом деле. На самом деле все гораздо страшнее. Вот за что я тебя люблю, за этот твой неповторимый оптимизм. Ну давай, покажи. С сыном все в порядке? Шиш появлялся? Да нет, все нормально. Ну-ка давай, ням-ням, ням-ням, ешь. Как вы могли? Как это возможно? Вы думали, что он умрет? Да. Вы не дождетесь. Вы убийца. Не трогал я твоего Толика. Толика очнулся сейчас, он там, он очнулся и говорит, что это вы. Вас будут судить. Что ж ты? Сейчас он. Вообще вы убийца. Не кричи здесь. Черепахи не любят, когда орут. Да вам черепаха вошли человека. Ты чего, урод? Опуха, а? Ушкин, уймите. А? Кого ты там видел? Кого ты там видел? Отпустите его, что вы? Помогите своему, пожалуйста. Ну, отпустите его, что вы делаете. Отпустите его. Спокойно. Что, ты ему срок маленький решил еще добавить? Какой срок? Я просто поговорить хотел. Поговорить? Пойдем. В отделении поговорить. О-ка, больно, больно. Давай, двигай. Двигай. Ну, чего стесняетесь-то? Помогите теперь. Туленька. Туленька. Да, хорошо. Какой мерзавец, а? Поливать грязью родную больницу. И так, чтобы каждый, кому не лень, мог читать его гнусные жалобы. О чем он только думал. А то, что он чуть не убил винограда, у вас это меньше волнует? Как ты все можешь вывернуть? Я только не могу понять, зачем он побежал его удушить-то. А что рассчитывал? Мы из двух должны были уволить одного. Ложкин сам сделал свой выбор. Остеохондру замолчил совсем. Помоги снять фотографию. Илья. Илья. Слушай, Ложкин не мог ударить Виноградова. А он, представь, поет о том же. Нет, я серьезно. У него остеохондроз правого плеча и маленький рост. Он, в принципе, и руку поднять высоко даже не может. Тогда у нас парочка подозреваемых остается. Давай ты анестезиолога подергаешь. А я к этому обманутому мужу съезжу. Вечером букаем. Возражения не принимаются. Все, давай. Ильюх, нужно поговорить. Пойдем, она уйдет. Некогда. Давай здесь. Короче, Фидулок под тебя копает, уволить хочет. Вот спрашивал, как ловчи это сделать. Тебя спрашивал? Далеко. Пойдешь. Ну, я отвертиться хотел. А куда тут отвертешься? Сказал, проверку нашлет на меня. Вот я думаю, план изобретать какой-то нужно. Ну и что, изобрел? Сказал, пускай в архивах возьмет твои результаты проверок. Мол, могут быть ошибки. Не могут быть. Вот в том-то и заключается мой план. Я же прекрасно знаю, что у тебя там все чисто. Вот пусть и проверяет. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Овцы, это ты? Илюха, я что-то мог еще сделать? Ничего. Ничего. Не расстраивайся, все хорошо. Все хорошо. Правда? Анестезиолога Матвея не видели? Спит в третьей палате. Не будите мальчика. Две ночи подряд работал, сегодня дежурил. И вчера его на срочную операцию вызвали. Он вчера ночью в больнице был, во сколько? Я точно не помню. Часов в десять, в одиннадцать. А что? Что? Что случилось? Ты зачем мне соврал? В чем? Что, так много врал? Зачем сказал, что прошлый вечер был дома? А, уже знаете. Ну да, был дома, потом на операцию вызвали. Врал зачем? Так на меня бы Виноградова повесили. Мол, возвращался в больницу, его грохнул. А чем докажешь, что это не ты? Да не знаю, чем доказывать. Вам надо, вы и доказывайте. А то что такое смело ты стал? Да достали меня все. И врачи эти, и вы со своими разборками. Спи давай дальше. Аккуратней с кроватью. За полтора миллиона, что ли. За полтора миллиона, что ли. Вы пойдете, Анатолий Ламп, Их, иди. Аккуратней, иди. Иди сюда. Аккуратней с кроватью. Аккуратней с кроватью в. Иди сюда. Аккуратней с кроватью. 4. Я умущаюсь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Дзвонарёв. Опрегруппу по адресу «Энгельс» 15, квартира 62. Да. Я здесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Владынин, ты говорил, у парня кишка тонка. Тут вот какое дело. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Валентина Ивановна, можно? Сейчас, минутку. Вот это всё в регистратуру, а это Федулова на подпись. Хорошо. Понятно? Я по поводу Ложкина. Что по поводу Ложкина? Может быть, не стоит его увольнять, все-таки один кормильки в семье. Его руку он усвоил. Значит, о Ложкине ты беспокоишься, а о себе – нет. Ну что ж, иди, я подумаю. Почему люди решают свою проблему, убивая себя? Наверное, они так и не думают. Суицид – это такой крик о помощи, который никто уже не услышит. Интересно, можно как-то узнать, что человек на такое способен? Не всегда. Порой, даже после суицида, трудно понять, что подтолкнуло человек. Но тогда проводится психологическая аутопсия. Психологическое вскрытие? Да, представьте себе. Наша наука тоже точная. Мы изучаем совокупность суицидальных и антисуицидальных факторов. Как вы это изучаете? Дневники, письма, беседы с родственниками, записи в соцсетях. Куриде, а что вы можете сказать вот об этом? Только ничего пока не спрашивайте. Я не спрашиваю. Вы, вы правда полицейский? Да. Да. У вас, наверное, еще есть пистолет. Да нет. Я пошутил. Я учитель танца. Тогда надо идти танцевать. Так вот там мой друг сидит. Он учитель пения. Но что-то он заскучал. Так это же прекрасно. Надо идти петь. Я вернусь. Ну что, так и будешь сидеть? Это ведь я виноват. Я сказал муж, чтобы он с этим уродом разобрался по-мужски. Неправильно сделал. Ну что он вообще к тебе пришел жаловаться-то, а? Ну какая разница? Тебе все равно по барабану. Это моя работа, трупаки. А тут мы отдыхаем вроде как, нет? Я ведь просто ляпнул. Просто ляпнул, а человека нет. Ладынин, ты запомни. Ты ни в чем не виноват. Каждый сам за себя отвечает. Да. Сейчас, секунду. Исчезнет. Да, слушаю. Этот текст – самая банальная компиляция. Понимаете? Ну это перемешанные куски из разных текстов. Научных, литературных. То есть это писал не один человек? Один человек все это склеит. Ну это не дневник женщины, которая решила уйти из жизни. Это точно. Да, это точно так. Приятного аппетита. Немного аппетита. Это точно. Смотрите. Числяхи в стол, кто However Субтитры создавал DimaTorzok